Особое мнение на 101FM Наверное, здесь не была Да, и от этого еще больше приятно 211-101 номер телефона прямого эфира 8-909-720-101-0 Это телефон, к которому привязаны наши мессенджеры Мессенджеры в WhatsApp, в Viber и в Telegram И, используя эти мессенджеры, вы можете писать вопросы нашему гостю Азиз Сагаев, если захочет, ответит Это его особое мнение Не захочет, отвечать не станет Отвечать не станет Азиз Салевич, давайте такое У нас сегодня много разных всяких вопросов Некоторые из них мы уже некоторое время обсуждаем с разными нашими спикерами Но просто поскольку в особое мнение обычно к нам приходят с периодичностью в один месяц То важные вопросы государственного уровня все равно нужно тоже обсуждать Чтобы понимать, на каких позициях находитесь вы Поэтому мы с такого вопроса начнем Это вопрос о трехдневном голосовании Которое теперь согласно закону, принятым Госдумой У нас в Российской Федерации существует И есть абсолютно разные по этому поводу мнения С одной стороны, трехдневное голосование может быть удобно людям Когда ты выбираешь, когда тебе удобно, куда тебе удобно Плюс еще электронная система голосования С другой стороны, есть мнение, что если ты гражданин, который стоит на позиции, что я голосую Обязательно произвожу свой выбор То уж один день в году ты придешь и проголосуешь И вся страна вместе будет голосовать А иначе там фальсификация и все прочее Вы какого мнения придерживаетесь? Ну начнем с того, вы вообще голосуете? Я, как правило, голосую Так Да И считаю, что одного дня вполне достаточно Так Но мешает ли вам сейчас вот этот закон, который приняли Который в том числе включает в себя трехдневные голоса? Этот закон мне не мешает Меня беспокоит этот закон Потому что я понимаю, что Сейчас уже работа наблюдателей Она бесполезна Потому что никто не будет, видимо, спать рядом с ящиками Три дня Три дня А учитывая ситуацию, когда партия власти как бы и теряет рейтинг И предыдущие выборы всячески как бы пыталась так или иначе Любыми способами получить большинство Мы помним и депутатов-пятисочников И карусели и так далее То я думаю, что это очередной ход партии власти Для того, чтобы сохраниться у власти Поэтому Считаю, что Три дня голосования не обеспечивает Выборы С точки зрения фальсификации То есть Скорее всего будут вбросы Фальсификации, подтасовки Ну, как обычно Будете продолжать голосовать? Вот если уже три дня Уже, наверное, нет Смысла нет Ну, наверное, не только трехдневное вот это голосование вас смущает Вот вы сказали, что да, действительно, там три дня Это где же набрать такое количество наблюдателей Чтобы трое суток не спать, не есть Кроме этого еще И там еще вопрос, ведь не только не спать не есть А вот что они ночью будут делать Как бы, типа, мы закрыли помещение Вы идите по домам спать Да, тут спать нельзя, условно говоря И в это время ящики остаются Типа, без присмотра Не, не, они там на камере, конечно Но мы все эти технические средства знаем Как бы, что Можно сделать так, что на камере будет Как бы, нужно изображение Только этот фактор Только трехдневное голосование Отбивает у вас охоту сейчас ходить Ну, там и другие изменения есть Ну, в смысле, которые планируются Ну, я думаю, что они будут использовать все В том числе, что касается там Переход на одномандатные, так сказать Огромные препятствия, значит Для того, чтобы участвовать в выборах Внесение, значит, список, значит Тех, кто не будет допускаться Значит, осужденных когда-то По определенным статьям Там, уголовного кодекса Причем мы сейчас знаем Что в уголовном кодексе Становится очень много политических статей По факту Да, вот сейчас давайте мы свяжем Две вот этих вещи Насчет голосования С одной стороны Ну, наверное, специфика нашей радиостанции Такая, возможно, наших каких-то Собственных взглядов Там, аудиторию фейсбучной Очень многие пишут Что недовольны принятием поправок Недовольны вот этим законам Трехдневным голосованием Людей лишают выбора Другие им отвечают Люди сами голосуют Они проголосовали за эти поправки Значит, они согласны Именно с такой формой выбора Которой им предоставляет государство И с третьей стороны Подождите, за какие поправки люди проголосовали? В Конституцию Ну, это, смотрите Выборные законы Конституции Это разные Разные, разные Я имею в виду оба этих момента И на это я могу ответить Что я в числе тех Значит, которые Хоть я и ходил, голосовал Против, вы знаете, так сказать Да, я об этом говорил Поправок Да, против поправок Но я до сих пор считаю, что Значит, нельзя было Голосовать вот так, как Значит, было организовано Вот, и это первое И ходил, голосовал только потому Чтобы не использовали, так сказать Мое фамилию, имя, отчество Для того, чтобы от моего имени Вбросить за Да, ну вот мы проголосовали Да Вообще в целом Россияне проголосовали за Но меньшинство россиян в итоге, так сказать Проголосовало меньшинство Да, я так считаю Но то меньшинство, которое пришло Да, я в числе тех, кто считает Что, так сказать, проголосовало меньшинство Если уж надо было голосовать Надо было объявлять референдум Понимаете, у нас вот эти Демократические институты Они, ну мы уже неоднократно с вами говорили У нас есть все демократические институты Для хорошей политической жизни, да Но, тем не менее, они все Работают в извращенном виде Я хотела вернуться к вопросу выборов Нужен россиянам Нужна вот действительно система Тех самых выборов, о которых мы Вот так много сейчас говорим Что мы ее лишаемся Или не нужна На примере Хабаровска Вот о чем вопрос То есть, на мой взгляд Здесь вот я хотела Ваш, конечно, мнение На мой взгляд Вот, то есть, хабаровчане, которые вышли Те хабаровчане, которые там Говорили осознанные вещи Они говорили, что мы, собственно Не за фургалом За выбор свой идем Вы эту ситуацию как восприняли? Считаете ли вы, что... Точно так Да Я так и воспринял эту ситуацию А это вообще общероссийское настроение Что люди хотят, чтобы они сами выбирали Своих руководителей Сами голосовали Или это какая-то сибирская особенность Дальневосточная? Нет, это с моей точки зрения Это общероссийская ситуация сегодня Потому что Независимо от уровня Значит, скорее всего Больше людей Топ уровня Менеджеров Каких-то типа элитных политиков И высших чиновников Скорее всего хотят, чтобы не было выборов Потому что тогда их Многих, так сказать, политиков И высших чиновников Жизнь окажется, так сказать, в опасности С точки зрения Дальнейшего продолжения Своей деятельности А все остальные Вот я с кем имею контакт Общение От сельских жителей Рабочих Просто служащих Бизнес Разного уровня В том числе Среди руководителей Топ уровня Все хотят, чтобы был выбор И это Общероссийская ситуация То, что хабаровчане вышли Это, видимо Все равно есть специфика характера Что это за люди Потому что Россия Несмотря ни на что Это неоднородная Просто масса Как россияне, условно говоря Да, мы россияне Но каждый Один хабаровчанин Другой кировчанин Третий И стулы И у каждого есть Какие-то специфики Менталитета В связи с тем Где он родился И как там История, так сказать Этого края Вообще проходила Какие там гены остались У этих людей В итоге Там победили гены Осторожности Или Гены справедливости Сильнее генов осторожности Поэтому я думаю Что вот У хабаровчан Гены справедливости Они Все еще сохранились А у кировчан? А у кировчан Скорее все Доминирует Гены осторожности Мы пытались На этой неделе Организовать Большие эфиры Двухчасовые Для обсуждения Того Что в общем Демократическим путем Сейчас Насобирали Общественные Эксперты Для Социально-экономической Политики Города Кирова 2035 И генплана Значит Еще расскажу Нашим слушателям Что происходит Плановая работа Нужно было разрабатывать Новый генплан Города Кирова В 20-м году Заканчивается Стратегия Развития Социально-экономического Развития Города Кирова И нужно было Принять новую Стратегию В прошлом году Общественность В это дело Вмешалась активно Кстати На мой взгляд Во многом Благодаря В том числе Урбан-форуму Куда в прошлом году Первый раз Пригласили Разработчиков И разработчики Презентовали Свои наработки С которыми Многие не согласились И попросили Включить Общественность В обсуждении Кроме того Есть федеральный тренд Включать Общественных Экспертов В обсуждении Таких документов К стратегии Социально-экономического Развития Отработало Пять групп По аббревиатуре Киров Потому что Раскрыли Как аббревиатуру Там Комфортная Городская среда Развитая экономика И так далее И так далее Группы Отработали Сдали свои предложения Интересно Если бы была Вятка То какие бы Рассуждали На эту тему Рассуждали Ну бог с ним Значит Отработали эти группы Результаты Презентовали Пока что Сводку В открытом доступе Это важно На мой взгляд Того что люди Предложили Мы не видим На сайте Я не видела Там администрация Надо запрашивать Мы запрашиваем Вы работали В группе Развитая экономика Вас пригласил туда Андрей Усенко Который возглавлял Он просил Персонально Меня Поучаствовать В этом Это важно Но потому что Что если не экономика Люди и экономика Какие предложения Вы передали Андрею Леонидовичу Для того Чтобы они были Включены в стратегию Что вы написали Ну Прежде всего Я должен сказать Что я по факту Отказался участвовать В работе Почему Потому что Считаю Что общественность Надо было включать На этапе Технического задания В прошлом году Год назад Да По стратегии Потому что Сейчас Очень многие вопросы Могут И недоработка Разработчиков Она может Просто разбиться Так сказать О техническое задание Я не скажу Техническое задание Мы по техническому заданию Как бы выполнили Собственно говоря Все А это уже формальный момент Чисто юридический Формальный момент И мы не сможем Скажем Отвергнуть то Чего они сделали Вы отказались Но вы мне сказали Что предложения свои Все-таки направлены Да После того Как я отказался Ко мне приезжал Андрей Леонидович И Ну знаете Вот как Тут уже Как бы Личностные мотивы Начинают играть Ну уж если Гора К Камагамеду Как бы пришла Уже Приходится Ну все равно Надо уважать Так сказать Поступки людей И Ну вот Захотел он Как бы Ну пожалуйста То есть Самые главные Претензии Мои были К тому Что стратегия В принципе Не сбалансирована То есть Предложения Которые вырабатывались Уважаемыми людьми В других группах Они стоят Определенных денег Чтобы Чтобы выполнить Эти предложения Эти деньги Надо понять Где ты возьмешь И говорить только Про то Что вот до 35 С этого года Мы все будем делать За счет денег Которые будут Выделены На 650 Летие Значит Города Кирова Ну это смешно Чтобы эти деньги Заработать Нужно Чтобы было Определенное Количество Инвестиций Если вы посмотрите Значит Таблицу Которую Предложили Разработчики По увеличению Инвестиций В экономику Города То вы увидите Что никакого Ни прорыва Ни рывка В экономике Не будет Соответственно Не будет Этих денег Значит На которые Придется Значит Вот ваши Уважаемых людей Я ведь знаю Что и вы тоже Так сказать В какую-то Рабочую группу Входили И других Уважаемых людей Предложений Реализовывать В городе Будет не на что А дальше По экономике Значит Предложения Были Ну Собственно говоря Там на уровне Третьего Четвертого Курса Как бы Факультета Менеджмента ВИАТГУ Нашего Родного Любимого И Я знаю Что там И Валентин Николаевич Пытался Во время Вдохновленных Людях Значит Там Высказать Свои претензии Но Мне проще Чем Валентину Николаевичу Так сказать Потому что Чем выше человек Стоит по статусу По уровню И зависит От тех или иных Обстоятельств Тем сложнее Ему двигаться В определенных Обстоятельствах И Дальше Есть предложение Другого Уже Вот Такого уровня В котором Раскрывается Как мы будем Эту стратегию Вообще Реализовывать Развивать Экономику Смотрите Возникает вопрос По потенциалам Для того Чтобы развивать Экономику Экономике Должен быть Потенциал И мы Эти потенциалы Это все В учебниках Светлана Написано Мне просто Стыдно За коллег Из финансовой Академии Что таких вещей Они Не знают Или если знают То Нас держат За дураков Смотрим Промышленный Потенциал Значит Есть Огромные Вопросы К промышленному Потенциалу Чтобы осуществить Рывок Несмотря на то Что идет Обновление На наших Предприятиях Есть огромные Вопросы Потому что Мы можем Обновлять Давать Станки Следующего Поколения Сидеть На военных Заказах Или сидеть На военных Заказах И делать Это Или Какие-то Другие Вещи Делать На станках Китайского Производства Например Но при этом О каком Промышленном Потенциале Мы будем Говорить Дальше Мы можем Говорить Например О кадровом Потенциале Но тут Я Всецело С удовольствием Слушаю Когда разговаривает Кадровый потенциал Валентин Николаевич Потому что Он сегодня Основной Поставщик Вот этого Кадрового потенциала Развития На территории Кировской области И Может он так не скажет И может быть он и не согласится со мной Но я скажу что С таким уровнем подготовки Кадрового потенциала А почему Подготовки Потому что Извините А какой заказ поступает То есть Какой заказ поступает Исполнитель Такой Вам выдает Кадровый потенциал А кто должен Стимулироваться Определять И мотивировать Этот кадровый потенциал Значит Правительство области Вместе Значит Элитой Экономики Кировской области И поэтому Мы сегодня Видим Все больше и больше Приглашают Специалистов Из других городов Из Москвы Из других И так далее Городов И не всегда Высшего качества Я вам скажу То есть Это не какие-то там Особенно прорывы Дальше Мы можем говорить Значит Об Инвестиционном потенциале Извините Инвестиционный потенциал Складывается В том числе И из доступности денег Какая доступность денег На территории Кировской области А чем наша доступность Отличается От удмуртской доступности А смотрите Чем больше власти Начинают Уделять этому Внимание Тем больше Они фермируют Финансовых институтов Или тем больше Они мотивируют Финансовые институты Давать деньги Реальные деньги В реальные проекты Любые прорывы И развитие экономики Осуществляется Даже не путем И скорее всего Не путем Вкладывания денег Уже существующей мощности А вкладыванием денег В новые То есть Модернизация Существующих Мощностей Всегда имеет Определенные ограничения Для развития А новые Мощности Если они Реально Находятся Где-то На передовых Рубежах Развития науки И техники То они Всегда дают Кратные То есть Порядковые Рывки Нам-то сейчас Как раз Это нужно По финансовой Доступности Вот как бы Такая Дальше Когда мы Начинаем Говорить о рисках То есть Это тоже Относится К развитию Экономики Да Ну Окей Допустим Что эти потенциалы У нас хорошие И Инвестор Смотрел О здорово Тот У кого есть деньги Там Хочет прийти Смотрит Здорово Какие потенциалы И потом Он начинает Смотреть риски Мы смотрим На риски И видим Что у нас Огромнейшие риски То есть У нас Коррупционные риски У нас Политические риски У нас Как бы Значит Партия Там Единая Россия Никогда Не примет Ничего В интересах Области Если Значит Это не будет Согласовано С губернатором Например А губернатору Как бы Мы видим Так сказать По его последнему Особенно высказан Чтобы из тумбочки Что-то взять Туда что-то надо положить Он про налоги Говорил Что невозможно Бесконечно Ослаблять Несмотря на коронавирус Налоговую нагрузку Что это значит Мы сегодня видим Что собираемые налоги Не в тумбочку кладутся А в Москву переводятся В погашение Там Налогов В погашение Финансовых средств Которые Вынуждены были Занимать предыдущие правительства Потому что Президент принял Там какой-то указ Который Типа должен был улучшить Жизнь наших людей На самом деле Как он улучшит Последние 6 лет Доходы падают В этом году Нам обещают Падение еще Чуть ли не до 8% Разный эксперт Разные цифры У нас осталось Полторы минуты До перерыва Азиз Алиевич И поэтому риски Риски огромные И последние условия Деятельности Бизнеса Да условия Деятельности Тяжелейшие Я вам просто приведу Один пример Пришел инвестор Вложил огромные деньги Построил дом На территории Кировской области В богом забытом месте Для того чтобы Приглашаемые специалисты Там жили Потому что в этом месте Специалистов нет И это все для производства Приходит налоговая И штрафует его За то что он Безвозмездно построил Для специалистов Этот дом Окей Классные условия Для того чтобы Инвестор Ну окей Вам что надо было При этом Я на 200% Уверен Что это Неправомерные решения Не только налоговые Но и наших Судов Я просто уверен Принято Вот такое решение Это чистое вредительство Других вариантов нету И поэтому О каком развитии экономики Мы можем говорить На территории города Кирова И самая последняя претензия Не может быть стратегией Города Кирова Без утвержденной Разработанной И введенной в жизнь Стратегией Кировской области Этот вопрос Я на последнем заседании Совета хозяйственных руководителей Кировского союза промышленных предпринимателей Задал непосредственно Чурину Значит он был Председатель правительства Да Он был Ну ответ был достаточно короткий Ну я ему как бы поблагодарил За этот ответ Он сказал что Нас тоже не устраивает Эта стратегия Ну окей Давайте посмотрим После слова Нас тоже не устраивает Какие действия будет Предпринимать правительство Кировской области Для того чтобы была Действенная Жизнеспособная Стратегия развития Города Кирова Нам тут дали еще полтора минуты Азиз Салевич Вы знаете я Когда слушала доклады Всех групп Действительно Где-то поучаствовала Еще в работе Я поняла что Вот того времени Того времени Которое дали на работу Этим группам Категорически недостаточно было Чтобы даже люди Которые в них Участвовали В этой работе Этих групп Проучаствовали Чтобы они вообще Осознали А где в какой точке Сейчас мы здесь находимся Осознали Не в целом так Все плохо Или нет У нас все не так плохо А конкретно Емко в пяти фразах Сказать Киров Вот экономика Кирова Это 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 и это Ну вот я приводила Пример Всегда очень ярко Достаточно было Один день Бывать в провинцию Оулу в Финляндии Куда мы ездили Деревянную школу Осматривать в прошлом году Чтобы я четко Сформулировала для себя Что за регион такой Потому что мы не все это транслировали От директора школы До мэра городка И всех Кто там переводчик И так далее Значит Это регион Всемирная столица Деревянного домостроения Не имеется в виду Частные домики Которые у нас строят Деревянного домостроения Это значит Что в Оулу Крупнейший университет Где специализация Архитекторов и инженеров На деревянном домостроении Это значит Что это экологически Чистейший регион В мире Потому что у них Даже общественные здания Из дерева А потом они еще Все пьют молоко Едя там там Ягоды и грибы Которые собирают И дети Со школьного возраста Имеют там У себя оборудование По деревянному По обработке Серьезные станки Все на это направлено Традиционное Кустарное производство И деревянное домостроение Мы столица Плюс экология Вот что такое Что такое Город Киров Я не поняла И не осознала Сама А уж не то Чтобы описать Что будет в 2035 году Пятью фразами У нас говорят громкими фразами Что у нас там Кластеризация И так далее Ну вот пожалуйста Сделайте аналогичные Давайте будем Двигаться к каким-то Аналогичным вещам Давайте мы сейчас себе Полторы минуты рекламы дадим А после этого Вы попытаетесь В пяти фразах Сформулировать Что такое Город Киров 2035 Особое мнение На 101FM Особое мнение Директора Аудиторской Консультационной Компании Бизнес Инфорум Азиза Агаева Мы слышим Микрофон Светлана Занько И я вот тут Попыталась В прямом эфире Сметировать ситуацию По общественному Суждению Стратегии 2035 Определитесь За полторы минуты Сказала я Азиз Альич С тем Что такое Киров С точки зрения Экономического Развития В 2035 году В пяти фразах Вот так Чтобы каждому Из нас Горожанину Было понятно Мы будем там Уважаемые радиослушатели Это Светлана Значит Провоцирует Меня На некое Видение В 2035 году Хочу сказать Что при таком Управлении При такой Стратегии В 2035 году Которое Сегодня мы Типа обсуждали В рабочих Там Группах То это Очень большая Деревня Ну тысяч Там шестьсот Может быть Так сказать Жителей Непонятно С какими Коммуникациями Непонятно С какими Остатками Промышленности Вот И Не знаю Даже экологически Чисто Или нет Судя по тому Что С какими Подходами Так сказать Все происходит Дальше В управлении Кировской областью Городом Киров Вот у меня Такая грустная Картинка Как бы Вырисовывается Да вы можете Обсуждать Это особое Обнение Сегодня вечером Будет выложена Программа На сайте EhoKiro.ru Где вы можете Поспорить Сознать за малейшим Или согласиться А прямо сейчас Это можно сделать По телефону 8909 720 101 И 0 8909 720 101 И 0 В наших Мессенджерах В телеграмме В ватсапе Или в вайбере Напишите Что вы думаете По этому поводу Я на самом деле Стараюсь каждому Кто участвовал В этой группе Задать такой вопрос Сформулируйте В пяти фразах Ваше задание Что такое Вдохновленные люди Там демографическая Политика Или образование Или культура В Кирове 1935 года Что такое Известный бренд Кирова 1935 года И так далее И так далее Ну хотелось бы Чтобы именно так Это прозвучало Потому что Совершенно непонятно Здесь Все размыто А в мутной воде Можно как говорится Чем угодно водить Это да Так Смотрите какая Интересная история Что случилось С жителями Лальска Слышали? Слышал Говорят Просятся Да Жители Лальска Написали Написали Вологодскому Губернатору Письмо О том Что они хотят Чтобы Лальск Присоединили К его Губернии Поскольку У кировских Руководителей Руки до них Не доходят Интереса Никакого нет А у них Большой потенциал И они могли бы С точки зрения Туризма Очень хорошо Вписаться В инфраструктуру Этого региона И в чем вопрос? Что вы об этом думаете У меня вопрос Лальск Прекрасный город На севере Кировской области Признан Одним из самых Красивых Там Да Поселений У них там Архитектура Деревянная Сохранилась И жители Активные Настолько Что даже Позволили себе Написать письмо Губернатору Соседней области Обосновывая Ну то есть Приведя обоснование Почему Этой области Будет выгодно Лальск иметь В своем составе Ну не первый раз Такие предложения От Лальска Звучат Насколько я помню Ну от Я бы сказала От разных регионов Южных и северных Наших широт Северо-запад Да И каждый раз Когда У власти Находятся Люди Которых Значит До Того Того Или иного Населения Кировской области Не доходят руки То люди Начинают думать А может быть В соседней области Другая власть Которая Больше Повернулась Лицом К населению Глубинок Я уверяю Что нет Уверяю Что И точно Так же Будет Вологодской Области Поэтому Я думаю Что нам Просто надо Каким-то Образом Не просто Так вот Поактивничать Письмо Написать А поактивничать Правда Сейчас не знаю Как с новым Выборным Законодательством Поактивничать Политически И наконец-то Сбросить Ермо Хомут Единой России С плеч Шеи Населения Кировской области Сделать эту власть Сменяемой В реальности Чтобы люди Не по каким-то Там Личным Или там Денежным Соображением Попадали Во власть А попадали Только потому Что они В реальности Делают что-то Для населения И чтобы У населения Была возможность Любой момент Отозвать Любого Депутата Любого Депутата Собрав И поставить На вопрос На голосование Собрав Там 10% Голосов Людей И поставить Это вопрос На голосование Вот что до сих пор Мы не можем Сделать И вот Нам надо Просто политическая Активность Нам надо Активно В политико Экономическую Жизнь Влезать Всем Потому что Если мы Это оставляем Только вот Там Зак Собранию Или еще Каким-то Людям От Единой России То Мы Все дальше Дальше Деградируем Либо мы Сами Занимаемся Своей жизнью Своей политикой Либо мы Все дальше Залезаем В вонючую дыру Азис Алиев Сергеем Яндальцевым Но Мне кажется Что надо Чтобы слушатели Наши В обществен В общественной Палате Церкви Чем-то 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 Поэтому В общем Вот так Ну если То Вообще Видим большое Вот такие Это понимают Идти туда Приглашаем Продолжаем Программу Особое мнение И вот какая Еще история Случилась Я не знаю Успели ли вы Это посмотреть Я поскольку Азис Алиевич То есть сейчас Активно В СМИ Не работаю Отреагировала На эту новость Пожалуй Только сегодня Но ее уже Увидели Дело пошло От Паблика Из паблика Злой кировчанин Где Где была Выложена фотография Как девушки Пара девушек Сушат Одежду Над вечным огнем В парке победы Вот здесь Вот такая фотография Достаточно Размытая Дождливая была Неделя В парке победы Есть еще и фонтан По которому Можно бегать Не знаю Что случилось И сушат ли они Или что они там делают Но такое ощущение Что да И прокуратура Заинтересовалась Этим действием Насколько Ну нельзя сушить Это действительно Нельзя сушить Над такими Ну мемориалами Памятниками Нельзя сушить Белье Не для этого Там горит Вечный огонь Я честно говоря Мне тоже обидно Потому что я Этот же вечный огонь Считаю там Огнем Не только там Для кировчан Погибших там Во время Великой Отечественной войны Ну и для пропавших Без вести Моих двух У меня двое Дядей Как бы тоже Пропали без вести Прямо первые дни войны Они ушли на фронт И много таких ситуаций Как бы и случаев было И да Моя бабушка Их мама Глаза там проплакала Ну я считаю Место для вас священное Для меня это Чего достойны Эти молодые кировчанки Достаточно ли уже Общественного порицания Потому что конечно Там написали много чего Или прям прокуратура И что она должна С ними сделать Вот С моей точки зрения Вот ты ведь опять будешь Там не соглашаться Так-то надо бы ремня И как бы И Вот таким Нет в данном случае Я может быть и соглашусь Ремня и ремня Как бы по-хорошему Там вот как казаки Там делают Там 10 так сказать Нет как казаки Уж не знаю Вот тут я не соглашусь Ну вы знаете Ну по-разному как бы Вот на самом деле Это больше-то Если я правильно понимаю Не то что тебя стягают больно А больше то что ты Этот позор переживаешь У нас 10 секунд Да Вот я считаю Что вот так вот А там что Вот мы сейчас их посадим Или там Еще что-то Думаю что нет Мы в том числе Сами виноваты Что наша молодежь Так поступает Здесь Агаев Это его особое мнение Мы сегодня слушали Всем хорошего дня У микрофона работала Светлана Занько До свидания До новых встреч Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok